И станем мы сильными однажды. Поможем Роме поверить в чудо. Благотворительный концерт по таким девизам организовали учащиеся 9-го лицея. Молодые шамкенцы бьют тревогу. У трехлетнего Ромы Ковзарева страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Ему нужна помощь неравнодушных людей. Один из таких – 11-классник Владлен Буров. Узнав о страшной болезни Ромы, парень предложил организовать благотворительный концерт. Убедился, что мальчику можно помочь. Мы в силах помочь, но предпринимаем слишком мало. Если каждый в городе скинется по 100-50 тенге, это же смешная сумма. Можно будет покрыть и лечение, и не только этого мальчика. Основная цель концерта – привлечь внимание общественности к проблемам больных детей. И что недостаточно финансирования от государства для того, чтобы вылечить их. Инициативу школьников поддержали родители и педагоги. Они и помогли ребятам собрать деньги. В этом году у нас недавно, в январе, проходила тоже благотворительная акция. Мы из числа наших учеников, которые стоят на учете, вышедшие из социально необеспеченных семей, мы оказались продуктовыми корзинами, а также родители смогли оказать им в материальном плане, выделить им свои средства. Несмотря на тяжелую болезнь, маленький Рома находит себе силы улыбаться. Сейчас мальчик вместе с мамой находится в Алматы, где проходит курс химиотерапии. Страшный диагноз малышу врачи поставили в начале прошлого года, вспоминает отец мальчика Александр Кобзарев. Восемь месяцев Рома проходил лечение, потом его выписали домой с ремиссией. Но уже через два месяца болезнь вернулась вновь. Теперь спасти жизнь маленького Ромочки может только операция по трансплантации костного мозга. Но для этого необходимо ехать за рубеж. Мы договорились с клиникой Фортис в Индии. Нью-Дели – хорошая клиника. И как бы самая оптимальная цена. Они нам выставили в счет 115 тысяч. Это, да, самое дешево. В Европе до 500 тысяч евро цены доходили в клиниках. Во многие двери стучимся, но вот школьники так отозвались. Благодарен, конечно, руководству школы и школьникам, активистам. Не ожидали, конечно, что от школьников помощь будет приходить. Большая благодарность. Девятая школа прям вообще. Не первая школа, кто отзывается, но такое большое мероприятие первая школа делает для нас. За пару часов благотворительной акции школьникам удалось выручить 720 тысяч деньги. Все деньги в этот же день перечислили на счет мальчика. Школьники и администрация уверяют, если понадобится еще одна благотворительная акция, то она обязательно состоится.